Дима, братан! Здорово! Привет! Говорится, вечер в хату, часик в радость. Ну, этот коньяк в радость. Кстати, вот ты сейчас отыграл концерт. Какой у тебя в нечистое? Ну, я чувствую, что температура у меня тела возросла. И чувствую, что все-таки в 41 годик играть сложнее, чем в 21 годах. Да, я видел ваше выступление по молодости. Это было очень круто. Да, кстати, это фронтмен. Энглес. 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 А как переводится название вашей группы? Энглес, конечно, это просто. После Египса. После Египса. А, бесконечный мрак. А, вот так, вот так, вот так. О, вот, наконец-то, братан. Ну, там еще было второе типа глум. Оно просто смешно звучит, да, как на наши русские манеры. Это глумление. Бесконечное глумление. Тут и на тему мрачности, и на тему бездельства. А вообще, Дима, с какого года вы игропа занимаетесь с музыкой? Я или все? Нет, вот именно ты. Я просто знаю, что ты, как бы, был знаком с Рожанком и с другой. Вот, так я, наверное, от этого к Dead Method пришел, да. Нет, куда он мне был. А, так это от него всех переднялись? Нет, музыкой-то хотелось заниматься. У него же это более лайковый такой стиль. Да, конечно, если брать их стиль у Скелпа в 90-91, там, то есть, где Дэнки Меженюк давал, Мэгнист Каннибализм, первая и вторая Мэмори. Мэгнист Каннибализм-то был крайне коротко. Тетуха такой, напал, да там, смесь, и, кстати, кавер был. А потом они, конечно, с Мэмори пришли к мелодике. А вот именно позже в «Скрою Терензи» пришли к Дэму уже в таком плане. Так вот, я помню, другом тогда программа была. Да, была, была. И я первый раз его там снял по видосам. А тогда я любил такой хори-металл, ну, крашен немножечко. Такой, по лайтове. It's my life-ю любил. Нет, нет, по лайтове. А тут так посмотрел, думаю, о, крутая группа, интересно, откуда они. Ну, это наша Орловская группа, в Прянск, по-моему, видос был. Фрик-шоу на фестивале выступали, Молик Артемрёй рассказывал. Ну, вот, я такой, да ну, нахуй, потому что английский, даже не то, что английский, это, ну, подприхорил, и меня-то зарядило. А потом у меня все-таки знакомые, плохие друзья, которые мне задавали этих каннибалов, если-то носочек, там, и пошло-поехало. Ну, вот, с Женьком я там даже советовал, в основном, утром какие-то моменты. И он мне нравится рассказывал тогда, блядь, вот как я раньше вот это все играл, гэт, сейчас я так не смогу, блядь, вот, в таком плане. Ну, а как формировался вообще состав группы? Я знаю, что у вас раньше другой человек играл в этой посередине. Он сейчас... Вместо меня я вообще... Нет, да. Дурака валяя. Да, у нас совсем другой состав был, тут я лишь один остался. Потому что изначально все банды с техникой, с строительной, с строительной, он устроил эту группу. Ну, как, я, как архитектор, он снафицировал, а ребята, как строитель, строили. Но, за исключением барабанщика, потому что он был с железнодорожными техниками, и поэтому он, наверное, самый первый уехал на поезде над Димон Крылов. Вот, кстати, креста моей дочери, и большой мой друг, они сейчас занимаются другой музыкой, и во многих проектах участвовали. Вот, ну ладно, смысл какой, то есть собрались мы вчетверо. Видите, сейчас в подсупке, а кто? А кто? А кто? А кто? В комонке. Смешно, да, в комонке. Да, кто? В комонке. Да, как песню, как классиков, блядь, в цепетчах смешно. Ты читираешь, блядь, ансамбль. Ветераре. Кстати, был момент, когда меня отчисляли, я называл, что это поведение, там, не успеваемость. И пришла, ну как, назову, столожником, сав, вот этим всем, я называл, это, самодеятельность, и все. И такая, юно, ты что, ты что, музыка, те неуспеваемости, это, почитать собираются. И разогнал, все цены плохие были. Потом меня выгнали. И, мальчик, ты лучше. Я, блядь, драчь. Всегда мой хорен. Всегда по кайфу с тобой бы работать. Вот, и получается, картина, что вот таким вот образом собрались, сутки гитары, название тут страшно, как название вот этих всяких игрушек, которые услышали, страшно становится. Вот, да. Пошло, поехало. Подождите, Дим, я тебя перебил. У вас сколько официальных? Три официальных альбома. Три официальных альбома. Ну, первых какого года? В 2000 году. В 2000 году. В 2000 году. Ну, если не братья, все было последнее. Вы сейчас пишете новый альбом или это? Собираем песни. Ну, теперь мода пошла другая. То есть, раньше надо по трекам писать, выкладывать как-то фрагментально. Вот. Нет, такое. Еще в месяц только пишется. Раньше-то. Не, а все нормально наливаем. В коробке. В коробке. В коробке. В коробке. А теперь все делается, думаю, по удаленке сидишь, кто-то там гитарист наиграл, написал, присылал. Отчасти удобно. Отчасти удобно. Я вот разговаривал с вашим гистаристом. Пожалуй, Сарем. А я его знаю. Если это про Сашу, я его знаю. Вот он тоже говорит, что сейчас лучше, выгоднее писать сингу, чем альбом. Потому что альбом целый год заработает. Да, это какая-то практика прошла. Забыл по следующим разным стилям. Я привык к вам, а так и смотреть. Я так понимаю люди сейчас. Записали трек, выпустили. Заявил я себе. Второй, трек через пол. Человечка, Владово, да. Потом, значит, собрался. Я же тебе говорил, ребёнка. Слушай, ну а как вы видите? Не, я помню сейчас. Я меня отучил. Я помню. Так. Дерево я посадил. У меня было плохое поведение. Меня заставили в техникуме. Ребёнка я ранил. Думал строить. А, или вот ты про музыку? В принципе, кажется, сейчас южнее. Да я дурака валяю. Да я понимаю, братан. Какие планы? Вот мы сейчас готовим. Нет, у нас сейчас, я смотрю, активная, очень концертная деятельность. Да получается. Так получается. А к чему получается? А сейчас объясню. Заменили. Или как это? Да, я тоже так думаю, что да. Я уже сталкивался. Не могу нам Метал Мэднесси с этим. Нам так и сказали, что им портознамещение. Это вот пошло. То есть, если раньше где-то, как-то не такие условия. Теперь вот, когда все таки ушли. Ну, мы были для всех команды. Заграничные, да. Короче, ты, Дима, считаешь, что ты наконец-то добился призвания. Я не помню. Я не помню. Я не помню. Я не помню. Я попал. Если голову чесал... Послушай, Дима, еще один вопрос. Ты собираешься на русский переводить свой текст, чтобы было понятно людям, о чем ты поешь второй раз с улицами спрашиваешь? Обычно, вот, например, «Конимал Корпс» они раздавали текста. Чтобы было понятно. Не, я думаю, что лучше я не буду этого делать. Чтобы цензуры не было, да. Тем более, мне портознамещение за что-то не проется. А-а-а. Вот что ты. Я консерировал. Ладно. Это жесть. Ну, это подложность. Ладно, Дима, спасибо за интервью. Ты сегодня был очень шикарный. Спасибо за просмотр.